Всем привет, друзья! С вами Маракаси, вы смотрите передачу Шикарные позиции. И сегодня я покажу вам места, которые связаны с водой. Ну, выпуск так и называется, Водный мир. И первая позиция находится на карте Фьорды в квадрате Джей-1. Игрок получает за неё 1500 голды, ну, потому что сейчас проходит конкурс. И, как вы помните, все позиции, которые попадут в этот выпуск и в следующий, я думаю, как минимум 3-4 выпуска будет шикарных позиций. Да-да, не удивляйтесь, но насколько быстро они будут выходить, зависит только от вас, дорогие друзья. И всё, что вам нужно сделать для того, чтобы ускорить выпуск позиций, это поставьте лайк под этим видео. Это несложно, но это достойная награда для меня. Итак, первая позиция, как вы можете видеть, находится вот на этом острове. И чтобы сюда забраться, в начале боя нужно было переехать через воду. Конечно, это нужно делать предельно аккуратно, потому что вы можете просто утонуть. Но, если всё сделать грамотно, как в видео, то всё будет замечательно. И позиции действительно стоящие. Да, она подходит для обороны, если противники наступают с разных направлений. В принципе, отсюда хорошо контролируется как центр, так база, так и квадрат J4, где часто прорываются вражеские танки. Вы можете отсюда подсвечивать пассивно, потому что тут много кустов, и противники вас не заметят. Вы будете подсвечивать своим союзникам, арте, например, и она будет дамажить врагов по вашему засвету. Можно и самому отлично настреливать отсюда урон. При этом не факт, что противники смогут вас засветить, потому что расстояние значительное. Плюс, опять же, тут много кустов. Действительно стоящие позиции. Игрок, например, в данном месте смог нанести много урона с ЛТ, при этом без голды. Следующая позиция находится на карте Виндосторм. В квадрате H0 и K0. То есть тут сразу две позиции. Игрок получает за эту позицию 500 голды. Опять же, тут нужно переехать через воду, но это фишка данного выпуска. Водные позиции. Конечно, не утонуть там где-то, а переехать через воду и занять место, которое недоступно обычным игрокам, которые не смотрят выпуски шикарных позиций и просто не знают про такие места интересные. А зря. И, как вы можете видеть, отсюда неплохо простреливается город. Естественно, место очень рискованное. Игрок не смог тут реализовать весь потенциал, но я думаю, все-таки тут можно много полезных действий сделать. Например, стрелять по врагам издалека. Да, конечно, это можно осуществить только в том случае, если вы не светитесь. Но вы должны сами все рассчитать во время боя. Итак, вторая позиция находится в квадрате К0. Опять же, сюда можно добраться только по воде. И тут вот такая вот довольно неплохая горочка. Отсюда хорошо видно окрестности. И если противники где-то вдалеке светятся, то вы сможете отсюда по ним пострелять. Следующая позиция находится на карте Заполярье в квадрате К9. И что же делает этот АМХ-50-100? Он что, хочет утонуть, как последний рак в начале боя? Нет. Он специально так сделал, потому что знает, что можно забраться на этот остров через воду. И даже АМХ-50-100 смог сюда доехать. Да, танк, конечно, немедленный, но уж точно не самый быстрый. Я думаю, ЛТшка вообще без проблем сюда сможет добраться. И как вы можете видеть, отсюда отлично простреливаются ключевые точки обороны противника. Вы сможете наносить отсюда очень много урона. Кроме того, не факт, что противники даже будут вас светить. И кроме того, вы можете прятаться за рельефом местности. Естественно, есть вероятность получения дамага от арты, если вдруг вас засветят. Будет смешно, кстати, если кто-то из врагов попытается добраться сюда и утонет. Ну, а сами вы можете безопасно покинуть данную позицию, опять же, переехав через воду. Но только действуйте аккуратней. А вот еще одна замечательная точка, которая находится на карте Фьорды. С виду кажется, что Батчат просто сошел с ума, куда он едет на среднем танке. Но Бат знает, тут отличное место, которое позволит ему затащить. И опять же, нужно переехать через вот эту вот воду. Да, возможно, союзники будут ругаться на вас, потому что, ну, по их мнению, это вообще абсурд какой-то и чушь. Но именно нестандартное мышление и нестандартная тактика позволяет действительно тащить в World of Tanks. И, как вы можете видеть, отсюда простреливается ключевое место, где часто атакуют противники. Квадрат J5. Вот тут выскакивает Батчат. И наш герой начинает отлично его разбирать. Ну да, несколько раз не попадает, но обычно тут едут всякие медленные танки, по которым попасть не состоит труда. Просто неожиданно Батчат появился. Еще одна восхитительная позиция находится на карте Монастырь в квадрате J0. Вам потребуется быстрый танк, а также следовать инструкциям, то есть ехать так же, как в данном видео. Потому что иначе можно утонуть, если как-то замешкаться в воде. Все-таки идет отсчет времени. И позиция действительно весьма хорошая. В данном случае, правда, игроку много не повезло. Врагов тут было в кишке не так уж и много. Почти что никого, если бы было побольше противников, то, конечно, и урона тоже было бы больше. Ну а так отсюда хорошо простреливался центр и также база союзная. Ну и вот, как вы можете видеть, светится М41 Бульдог. Не очень хорошо получилось по нему попадать. Тем не менее, данная позиция открывает для вас действительно отличные возможности в плане нанесения урона. В плане того, чтобы опасный перейдь отсюда. Ну и вполне тут можно спрятаться за рельефом местности. Кстати, есть похожий путь, только с верхнего респа, с помощью которого можно опять же занять данную позицию. Едете так же, как и с ТБ-1. В принципе, заехать сюда еще даже проще, чем с нижнего респа, так как имеются острова, на которые можно встать. И в данном случае игроку повезло гораздо больше. Ну то есть тут очень многое зависит, конечно, от удачи. В плане того, поедут ли противники сюда или нет. Если врагов не будет, то и стрелять особо не по кому будет. Но если противников полно, то вы сможете наносить тут много урона. Вот как это делает СТБ-1. Особенно тут удобно на танках с хорошими УВН. Можно на СТ-шки, на ЛТ-шки сюда поехать. Ну даже на ПТ-САУ какой-нибудь быстрый, типа Т-67. И все противники просто будут вас ненавидеть, которые поедут в кишку. Потому что вы постоянно будете их обстреливать, при этом они ничего вам сделать толком не смогут. Ну если вы, конечно, будете играть грамотно и не будете подставляться. В целом очень хорошая позиция, с помощью которой вы действительно сможете затащить. Но если даже вам не повезет и противников тут не будет, то можно отсюда легко уехать. Так что рекомендую, используйте и тащите бои с помощью этой позиции. И последняя на сегодня позиция находится на карте Малиновка в квадрате К-1. Для того, чтобы занять данное место, потребуется очень быстрый танк. И вам нужно как можно быстрее проехать в воду. И это, конечно, сделать не так-то и просто. У вас есть всего-то каких-то считанных 10 секунд. Вот игрок совсем чуть-чуть и мог бы не успеть. Но это еще не единственная опасность при занятии данной позиции. Вас могут засветить по пути. И противники, вероятно, попытаются вас уничтожить. Но что же вас ждет в конце? Ждет вас замечательная, шикарная позиция, с помощью которой вы сможете светить врагов из кустов. Можно не стрелять, просто наслаждаться тем, как гаснут противники. Можно пострелять и самому, хотя это будет рискованно, потому что шанс засвета довольно-таки высокий. Друзья, всем спасибо за то, что присылали свои реплеи. Вы мне очень сильно помогли. И все призы, которые в этом выпуске будут, и в других, они, конечно, будут, в общем-то, выданы победителем. И стоит отметить, что еще очень много позиций, крутых, действительно новых, уникальных, которые вы не видели. Но все сразу показать я вам не могу. Это занимает уж слишком много времени. Поэтому, если вы хотите увидеть остальные позиции, то не забывайте ставить лайки. Если соберется 2000 лайков, сразу же сделаю второй выпуск. Если не соберется, то все равно сделаю, но не так быстро. И спасибо всем за помощь. Вы можете, кстати, еще присылать реплеи в группу, в специальную тему по отбору реплеев конкурсных. И, опять же, заработать голды. Призов еще очень много. В этом выпуске роздано, конечно, тоже немало голды, но еще осталось предостаточно призов. Так что не забывайте, в общем, присылать что-то интересное. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok